Большое спасибо. Я благодарю организаторов за предоставленную мне возможность выступить с этим сообщением. И если говорить о фармакоэкономике, то в первую очередь мы с вами должны помнить о том, что затраты на здравоохранение растут во всем мире очень быстрыми темпами. Причем этот рост, он характерен абсолютно для всех областей медицины, не только для онкологии. И если мы посмотрим, сколько же стоит терапия инновационными препаратами одного пациента в течение месяца, то в середине 90-х годов стоимость этой терапии составляла около 1000 долларов в месяц, а в промежутке от 2010 до 2015 года эта стоимость уже выросла до 10 и более 1000 долларов в месяц. При этом расходы на лечение у нас с вами растут гораздо более быстрыми темпами, чем растет, собственно, эффективность этой терапии. То есть каждое следующее улучшение прогноза дается нам все с большим и большим трудом и требует все больших и больших затрат. В связи с этим возникает вопрос, а на самом деле насколько оправданы вот эти наши инвестиции? И, к счастью, у нас есть опыт европейских стран, который четко показывает, что есть достаточно тесная корреляция между средней продолжительностью жизни в стране и затратами на здравоохранение. Нужно сказать, что особняком стоят Соединенные Штаты. Там затраты на здравоохранение колоссальны, но при этом это не конвертируется в дополнительные годы жизни. То есть мы можем говорить о том, что действительно система здравоохранения там не слишком эффективна. И, к сожалению, можно говорить о том, что таким исключением является и Российская Федерация, потому что даже при наших достаточно скромных расходах на здравоохранение все-таки наша средняя продолжительность жизни могла бы быть больше, чем та, которую мы имеем с вами на сегодняшний день. Нужно сказать, что затраты на здравоохранение, они влияют не только на заболеваемость, но они влияют и на соотношение смертности и заболеваемости от онкологических заболеваний. Вот мы с вами видим, опять-таки, на примере стран Евросоюза, что в странах, где расходы на здравоохранение минимальны, такие страны, как Румыния, Польша, там и отношение смертности и заболеваемости тоже максимально. Тогда как в таких странах, как Дания, Франция, страны Венилюкса, это соотношение существенно ниже. Если говорить о государственных расходах на здравоохранение, то на сегодняшний день в абсолютном большинстве развитых стран сегодня государственные расходы составляют от 7 до 9,5% волового внутреннего продукта. По странам Восточной Европы это, как правило, от 5 до 6%. По Российской Федерации эта величина варьирует от 3,2% на сегодняшний день до 3,6%. И если посмотреть на динамику государственных расходов на здравоохранение, то опять-таки мы не можем похвастаться какими-то позитивными особенностями. Мы с вами видим, что на протяжении последних 15 лет в Российской Федерации этот показатель практически не изменился, тогда как во многих других странах все-таки отмечается рост этого показателя. Если говорить об инновационных препаратах, то мы с вами видим, что за период с 1995 по 2013 год в Соединенных Штатах было зарегистрировано 58 новых лекарственных препаратов. И обратите внимание, половина из них – это препараты пероральные. И эта тенденция к увеличению доли пероральных препаратов сохраняется и по сей день. Если мы посмотрим с вами данные за 2014 год, то из 15 лекарственных препаратов, применяемых в онкологии, зарегистрированных в этом году, 9 препаратов, то есть 60% являлись пероральными. Если посмотреть на механизм действия инновационных препаратов, применяемых в онкологии, то мы с вами видим, что в основном речь на сегодняшний день идет о таргетных препаратах. Единичные препараты и то не каждый год касаются иммунотерапии. И что касается химиотерапии, то тоже мы с вами видим от 1 до 3 препаратов, то есть очень небольшое количество новых химиотерапевтических препаратов выходит на сегодняшний день на фармацевтический рынок. И это говорит о том, что мы должны очень бережно и тщательно использовать те ресурсы, которые у нас есть на сегодняшний день. И, конечно, мы должны достаточно активно использовать те химиотерапевтические препараты, которые имеются в нашем распоряжении. И это позволяет нам обеспечить рациональное потребление лекарственных препаратов. Если мы с вами посмотрим на определение, которое дает Всемирная организация здравоохранения, то уже из этого определения понятно, что рациональное потребление препаратов – это не только анализ клинической эффективности, переносимости и безопасности лечения. В это понятие включается и стоимость лечения. И поэтому на сегодняшний день во всех странах, в том числе и в Российской Федерации, активно используется комплексная оценка медицинских технологий, предполагающая как оценку клинической эффективности и безопасности с позиции доказательной медицины, так и в дальнейшем проведение фармакоэкономических исследований на этой основе, которые предполагают как оценку эффективности затрат, так и оценку влияния на бюджет. Если мы с вами посмотрим на определение фармакоэкономического исследования, то уже из этого определения видно, что мы должны не просто посчитать, сколько денег мы потратим в том или ином случае, мы должны обязательно понять, что за эти деньги мы получаем взамен. И отсюда очевидный вывод. Фармакоэкономические исследования только тогда могут быть положены в основу управленческих решений, если они базируются на надежной клинической основе. И мы с вами видим, что действительно на сегодняшний день препарат Венералбин, о котором мы сегодня говорим, характеризуется очень хорошей доказательной базой и при немелкоклеточном раке лёгкого, и при раке молочной железы. Если говорить о том, как фармакоэкономические исследования и результаты этих исследований используются во всём мире, то лидером здесь являлась Австралия. В этой стране уже в 1993 году было принято решение об обязательном предоставлении фармакоэкономических данных для возмещения расходов на лекарственные препараты. Далее к Австралии присоединилась Канада, Великобритания. И на сегодняшний день практически во всех развитых странах существуют те или иные структуры, которые призваны заниматься и сравнительной оценкой клинической эффективности лекарственных средств, и сравнительной оценкой фармакоэкономической. Если говорить о европейских странах, то тоже практически везде в том или ином варианте используются результаты фармакоэкономических исследований при принятии решений о возмещении затрат на те или иные лекарственные препараты. Более того, сегодня не только администраторы здравоохранения, но и клиницисты говорят о том, что, конечно, фармакоэкономические данные необходимы, но при этом они подчеркивают, что эти исследования должны быть понятны, они должны быть прозрачны, воспроизводимы, и важно не просто адекватно осуществить этот фармакоэкономический анализ, но и правильно его интерпретировать и сделать результаты этих исследований доступными для клиницистов. Конечно, когда мы говорим с вами о современной терапии, то чаще всего мы видим увеличение затрат на лечение. И наша с вами задача понять, насколько те дополнительные клинические преимущества, которые мы получаем, оправдывают те дополнительные затраты, которые мы вынуждены будем осуществить при внедрении этой медицинской технологии в клиническую практику. При этом, в отличие от результатов клинических исследований, которые, безусловно, могут учитываться при принятии решений, независимо от страны, в которой они проводились, в фармакоэкономике такое, к сожалению, невозможно по целому ряду причин. И для адекватного принятия управленческих решений нам абсолютно необходимы именно отечественные фармакоэкономические исследования, ну, прежде всего, потому что различается стоимость самих препаратов, кроме того, различается и стоимость пребывания пациента в стационаре, а зачастую и тактика ведения пациентов в тех или иных клинических ситуациях. И, конечно же, мы с вами понимаем, что доступность терапии будет разной в разных странах в зависимости от объёма финансирования здравоохранения. Это было чётко показано целым рядом исследований. Вот одно из сравнительных исследований. Оценивались одни и те же онкологические препараты в Великобритании и в Польше. И положительное решение было принято в 41% случаев в Польше и в 67% случаев в Великобритании. Причём ни в одном случае не было сомнений в том, что эта терапия клинически эффективна и хорошо переносится. То есть негативные решения, отказ возмещения затрат был связан именно с недостаточно высокой фармакоэкономической эффективностью. Если говорить о методологии проведения фармакоэкономических исследований, то в онкологии чаще всего используются марковские модели. Называются они так по имени выдающегося русского математика Андрея Андреевича Маркова, который в конце XIX – начале XX века разработал теорию случайных событий, которые на сегодняшний день достаточно активно используются во всём мире, причём в самых разных областях. И суть марковской модели заключается в том, что пациенты могут неопределённо долго находиться в каком-то клиническом состоянии или с определённой вероятностью, которая обязательно должна быть обусловлена имеющимися клиническими и эпидемиологическими данными, они могут переходить в другие клинические состояния. Ну и если говорить об онкологии, то чаще всего это состояние допрогрессирования, прогрессирование и смерть пациента. Если говорить об интегральном показателе, который используются чаще всего в фармакоэкономике, в том числе и когда мы говорим об онкологических препаратах, то, как правило, оцениваются затраты в расчёте на один дополнительный год жизни пациента с учётом качества. И тут возникает самый интересный вопрос, а сколько мы готовы заплатить за один дополнительный год качественной жизни? Естественно, эта пороговая величина зависит от уровня развития экономики. Если говорить о Соединённых Штатах, то в этой стране на сегодняшний день чаще всего обсуждается порог около 100 тысяч долларов на один дополнительный год качественной жизни. Если говорить о странах Западной Европы, то это, как правило, величины от 30 до 50 тысяч евро на один дополнительный год качественной жизни. Что касается Российской Федерации, то мы можем опираться на рекомендации Всемирной организации здравоохранения в соответствии с которыми приемлемый уровень эффективности затрат – это величина, не превышающая утроенной величины волового внутреннего продукта на душу населения в той или иной стране. То есть на сегодняшний день для Российской Федерации эта величина – порядка 1 750 000 на один дополнительный год жизни. Но нужно сказать, что нигде в мире эти пороговые величины не используются механистически. То есть нельзя сказать о том, что коэффициент эффективности затрат для того или иного препарата превышает те пороговые величины, которые приняты в этой стране. И стало быть, мы отказываем всем пациентам в доступе к этой терапии. На самом деле есть четкое понимание того, что при тяжелых заболеваниях, к которым, безусловно, относятся онкологические и онкогематологические заболевания, эти пороговые величины должны быть выше, потому что действительно успеха нам здесь добиться крайне сложно. И вот мы видим с вами, что в Великобритании эта пороговая величина в онкологии существенно выше по сравнению с другими областями медицины. Точно такая же ситуация в Канаде. И то же самое мы видим по Соединенным Штатам. И обратите внимание, что одна из возможных конечных точек, один из важных для нас исходов – это улучшение качества жизни. То, о чем говорила Татьяна Юрьевна. То есть даже если препарат не увеличивает продолжительность жизни по сравнению с терапией и сравнению, но повышает качество жизни, это, безусловно, является достойным аргументом для того, чтобы инвестировать средства в эту медицинскую технологию. Если говорить о том, какова ситуация на сегодняшний день в области онкологии, то вот мы с вами видим, что средний эффективный затрат на инновационные онкологические препараты составляет в Соединенных Штатах около 150 тысяч долларов на дополнительный год жизни с учетом качества. То есть это в полтора раза выше, чем тот порог, который используется для рутинного анализа. Более того, если мы с вами посмотрим, какова динамика этого показателя, то мы увидим, что с каждым годом этот коэффициент эффективности затрат растет, и коэффициент эффективности затрат на инновационные препараты, применяемые в онкологии, которые вышли на рынок в 2014 году, составляет уже более 200 тысяч долларов на дополнительный год жизни с учетом качества. То есть мы не должны ждать чудес, мы должны понимать, что улучшение прогноза пациентов с онкологическими заболеваниями, оно, конечно, требует достаточно больших дополнительных затрат. И по Российской Федерации мы видим ту же самую картину. Вот если посмотреть эффективный затрат на пиметрексет во второй линии терапии немелкоклеточного рака легкого, то наши московские коллеги показали, что один дополнительный год жизни с учетом качества потребует затраты порядка 6,5 миллионов рублей. Причем мы с вами знаем, что этот препарат не только входит в перечень жизненно важных необходимых лекарственных препаратов, но и достаточно активно используется в клинической практике. Абиротерон, который также входит на сегодняшний день в перечень жизненно важных лекарственных препаратов и может использоваться при метастатическом раке предстательной железы во второй линии терапии, он тоже по нашим исследованиям характеризуется коэффициентом эффективности затрат порядка 5,5 миллионов рублей на дополнительный год жизни с учетом качества. И, в общем-то, в этой ситуации, вероятно, вот это превышение общепринятого порога, оно, на наш взгляд, является достаточно обоснованным. И, опять-таки, повторю, на сегодняшний день и этот препарат тоже используется достаточно широко. Если говорить о фармакоэкономических аспектах перорального венорольбина, то, конечно, в первую очередь мы должны сравнить пероральный венорольбин и тот же самый венорольбин, но вводимый внутривенно. Анна Игоревна уже говорила об этом исследовании с перекрестным дизайном, которое было проведено в Дании, в котором три четверти пациентов сказали, что они действительно предпочитают именно пероральную терапию. При этом их эффективность, в частности, частота контроля заболевания была одинакова для пероральной и для внутривенной терапии. По переносимости также не было выявлено достоверных различий за исключением лейкопении третьей-четвертой степени тяжести, которая была достоверно реже характерна для пероральной терапии. Ну и если говорить о стоимости лечения, то, конечно, чудес не происходит, и пероральная терапия обходится дороже, чем терапия внутривенная, но те дополнительные преимущества, которые мы видим в виде улучшения качества жизни пациентов, они, вероятно, вполне обосновывают вот это увеличение стоимости лечения. Еще одно исследование, на котором также подробно остановилась Анна Игоревна, это сравнение при немелкоклеточном раке легкого комбинации венеральбина перорального и цисплотина и пиметрокседа с цисплотином. Опять-таки не буду останавливаться на том, что терапия была абсолютно сопоставима в группах сравнения по частоте контроля заболевания, по переносимости. Что мы видим по затратам? А вот в этом случае с затратами у нас все достаточно интересно. Мы видим, что и в фазе индукции, и в поддерживающей фазе терапия пероральным венеральбином оказывается существенно менее дорогостоящей по сравнению с пиметрокседом. И в целом экономия при использовании перорального венеральбина составит около 310 тысяч рублей в расчёте на одного пациента. Если говорить о раке молочной железы, то Татьяна Юрьевна блестяще уже охарактеризовала доказательную базу перорального венеральбина. Вот мы с вами видим, что действительно в целом ряде исследований было показано, что пероральный препарат обеспечивает повышение качества жизни по сравнению с венеральбином внутривенно при сопоставимой клинической эффективности. Комбинация венеральбина и капицитабина – опять-таки внутривенный и пероральный препарат. И опять-таки мы с вами видим сопоставимую эффективность и токсичность, но существенные преимущества в качестве жизни. Более того, на сегодняшний день у нас есть уже и наши российские данные. Это данные коллег из Самарского областного клинического онкологического диспансера. Там была очень маленькая группа пациентов. Но, тем не менее, мы можем говорить о том, что и наши российские пациентки с раком молочной железы безусловно предпочитают пероральную терапию. 100% пациенток, получавших венеральбин, и 90% пациентов, получавших капицитабин, сказали, что именно эту форму введения они рассматривают как предпочтительную. По затратам. Опять-таки чудес не происходит, и мы вынуждены сказать, что пероральная терапия, конечно, на сегодняшний день обходится несколько дороже по сравнению с терапией внутривенной. Но и в этом случае мы можем говорить о том, что дополнительные преимущества в виде повышения, существенного повышения качества жизни пациенток, они, вероятно, оправдывают те дополнительные затраты, которые мы вынуждены будем в этом случае осуществить. И в целом, если говорить о том, зачем нам на сегодняшний день нужны фармакоэкономические исследования, то при нашем достаточно скромном объеме финансирования наверное, одна из основных целей это все-таки обоснование необходимости увеличения бюджетных затрат на современные медицинские вмешательства. Более того, если мы видим, что какая-то медицинская технология является слишком дорогостоящей, и мы не можем рекомендовать ее рутинное применение, то мы должны выбрать те группы пациентов, в которых клиническая эффективность этой терапии будет выше, и, соответственно, и фармакоэкономическая эффективность тоже будет предпочтительной. Но если говорить о перооральном венеральбине, то, например, пациенты, у которых затруднен венозный доступ, это, конечно, основные кандидаты, первоочередные кандидаты для осуществления вот этой перооральной терапии. Ну и если говорить о том, каким же образом мы сможем принять адекватные решения по лекарственному обеспечению, то в первую очередь, конечно, мы должны обращать внимание на анализ доказательной базы и обязательно учитывать при этом наши российские данные. Кроме того, конечно, мы должны использовать надежные и достаточно воспроизводимые модели и осуществлять анализ влияния на бюджет с учетом доли проникновения препарата на рынок. И при этом, опять-таки, мы должны учитывать наши российские данные, в частности, и данные наших регистров пациентов, если они есть. И самое главное, что мы должны помнить, говоря о фармакоэкономических исследованиях, это то, что они требуют регулярного пересмотра и достаточно частого пересмотра, потому что у нас достаточно быстро меняется ценовая ситуация на рынке, потому что у нас появляются новые клинические данные и по клинической эффективности, и по безопасности. У нас появляются альтернативные методы лечения. Все это требует обновления имеющихся данных по фармакоэкономической эффективности того или иного варианта терапии. И именно это позволит нам перейти к научно обоснованному управлению лекарственным обеспечением. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Алла, не уходите, пожалуйста, у нас к вам вопросы. Крайне актуальная тема, потому что в нашей клинической практике и в нашей жизни мы постоянно должны и считаем деньги, поэтому вот у наших коллег возникло несколько вопросов. И Ольга Владимировна, вас привлечь в качестве вопрошающего с удовольствием. На самом деле, я всегда считала, что парентеральная терапия цитостатиками, она априори затратнее пароральной. Это связано, естественно, с... Увеличение, да. Стоимость, к сожалению, она не перекрывает эту разницу на сегодняшний день. Есть статистически достоверную разницу вы имеете в виду? Ну, в фармакоэкономике мы используем моделирование, поэтому мы не можем говорить о статистически достоверных различиях, если речь не идет о ретроспективных исследованиях. Мы проверяем надежность исследований с помощью анализа чувствительности. И вот этот анализ чувствительности показывает, как изменяются результаты в зависимости от изменения параметров моделирования в реальных пределах. Но вот на сегодняшний день, к сожалению, мы не можем однозначно говорить о том, что пероральная терапия в наших условиях будет экономически... Тем не менее, есть существенный фактор для того, чтобы склониться к принятию решения в пользу пероральной терапии, это качество жизни, да? И об этом, в принципе, говорят все исследователи. Да, именно дополнительные затраты в расчете на дополнительное качество жизни. То есть мы должны понимать, что улучшение прогноза именно таким образом, оно требует, естественно, и дополнительных затрат. Это происходит так во всем мире, и мы видели, что эти коэффициенты эффективности дополнительных затрат, они крайне высоки во всем мире, и странно думать, что в наших условиях это будет как-то по-другому. Но вот в ряде случаев, вот, скажем, при немелкоклеточном раке легкого мы четко видим абсолютно надежное снижение затрат. Вот там как раз анализ чувствительности показал, что при любом изменении параметров моделирования пероральный венролюбин это гораздо более выгодная терапия, чем использование пиметроксида оригинального. Есть еще один вопрос. В ряде регионов Российской Федерации перешли на систему оплаты медицинской помощи по клинико-статистическим группам, законченный случай. И те, кто погружены в эту проблему, столкнулись с одним фактором. Те таргетные препараты, которые являются строго пероральными и принимаются без перерыва, до эффективности или до прогрессирования, они не могут никак укладываться в клинико-статистические группы. Вот есть ли какие-то варианты выхода из этой ситуации? Может быть, международный опыт, как здесь укладывать таргетную дорогостоящую терапию на сегодняшний день? Она представляет из себя максимальные затраты и гуманитарную помощь. Мне сложно на это ответить по целому ряду причин. Потому что, во-первых, Санкт-Петербург это, в общем, чуть ли не единственный город, который сопротивлялся к введению вот этой оплаты по клинико-статистическим группам до последнего. Вот перед нами пала Москва, и мы остались практически последними. Дело в том, что тут скорее философский вопрос, потому что мы с вами должны понимать, что таргетные препараты увеличивают продолжительность жизни пациентов. А мы с вами понимаем, что живой пациент, он безусловно требует затрат, в отличие от пациента, у которого терапия закончилась летальным исходом. То есть мы должны понимать, что любое увеличение продолжительности жизни, как правило, приводит к увеличению нагрузки на бюджет. И мы должны быть к этому готовы. А что касается оплаты по клинико-статистическим группам, то да, эта проблема существует. Она существует не только в онкологии. Вот вчера мы как раз обсуждали проблему терапии хронических глипатитов С. Там ситуация стоит очень остро, потому что огромное количество пациентов, нуждающихся в терапии на сегодняшний день. И мы не можем при любом варианте выбора, более или менее обоснованного с клинической точки зрения, мы не можем уложиться в те суммы, которые нам предлагают. То есть либо мы должны имитировать некое оказание медицинской помощи, заранее зная, что это не приведет к клиническому эффекту, мы вынуждены будем перелечивать пациентов с использованием дорогостоящей терапии второй линии, либо мы все-таки должны находить какой-то компромисс. Но на сегодняшний день это достаточно сложно, так скажем, прогнозировать. Но уже хорошо то, что сегодня мы хотя бы обсуждаем это влияние на бюджет. К сожалению, на сегодняшний день, когда мы вообще говорим с Минздравом о целесообразности использования каких-то позиций, предлагаемые изменения к 871-му постановлению говорят о том, что мы будем анализировать уже влияние не на весь бюджет, то есть мы не будем учитывать непрямые затраты, мы будем анализировать только влияние на бюджет здравоохранения. Хотя мы понимаем, что спасая трудоспособное население, мы тем самым и предотвращаем потери волового внутреннего продукта и, скажем, если взять тот же самый хронический гепатит С, то там непрямые затраты составляют ровно половину от прямых затрат. Ну, пока ситуация меняется тяжело, но, тем не менее, мы усилия предпринимаем в этом отношении, мы пишем туда, куда возможно, мы комментируем то, что можно. Будем надеяться, что вчера как раз на заседании Народного фронта тоже директор Института здравоохранения Высшей школы экономики тоже собиралась поднимать эти вопросы и я думаю, что на той или иной площадке нас рано или поздно услышат. Спасибо. Продолжение следует...